Девушки отдыхают 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 Помню, когда качалась на качеле, самодельной такой, пела. Все, что тогда радио у нас только было, какие были времена, помните. Что слышали по радио, то и пели. Слух был, видимо, и музыкальность, и все воспринимала очень хорошо. И пела, пела, пела. На школе пела. И помню, я даже в школе, тогда был Советский Союз, и мы были патриотические песни такие, я тогда пела, помню. Вижу чудное приволье, вот такую песню. Вижу нивы и поля, это русское раздолье, это родина моя. Вот такое, таким голосом я пела Падзыкину. И я помню, даже взяла второе место на городском смотре, и я там пела «Ты встаешь, как из тумана, раздвигая грудью рожь». А потом занималась спортом, все пророчили мне спортивную карьеру. Че спорт от практиката? Легкая атлетика. Прыгала и бегала, и, в общем-то, очень сильно, так сказать, много времени уделяла. Все мое время было в спорте. И потихоньку, когда никого нет, в комнате запрось и начинаю петь, чтобы никто не слышал. Но все пророчили мне спортивную карьеру. Я закончила 8 классов, потом пошла в педучилище, в Когульское педучилище имени Антона Семеновича Макаренко. Был музыкальный предмет пение и был баян. Я играла на баяне. Светлана Стрезева considerа, что апликария са кэтре музыка виние дэла мама. Не имея музыкального образования, она второй голос прекрасно подбирала и пела. Видимо, от мамы. Потому что мама мне говорила, что у нее ее папа был еще в царской армии, запевалой. То есть, видимо, какие-то гены шли. И уже начала петь сопрано. В то время уже произошла мутация, и у меня появилась сопрано. И я пела. Так вот, так получилось, что я, когда закончила педучилище, значит, был выбор. Или продолжать петь, или идти дальше продолжать учебу, или идти отрабатывать три года. После педучилища это было необходимо отработать три года. И когда была комиссия, которая по распределению, я сказала, что я хочу петь. Они говорят, ну хорошо, если вы пойдете, поедете в Кишинев, прослушайте, если вас примут, мы тогда дадим вам открепление. А до этого я пошла, у нас была одна учительница Софья Ивановна по музыке. И я подошла к ней и говорю, Софья Ивановна, я бы хотела с вами посоветоваться. Я хочу петь. Она говорит, ну я слышала вас, Светлана, как вы поете. Вы поете, ну как Зыкина, народным голосом. А я говорю, а я еще умею по-другому. Она говорит, а как? Я говорю, ну высоко. Она говорит, ну покажите. И я показала там соловья и спела какой-то высок. Она говорит, Света, у вас есть голос, вам надо идти учиться профессионально. Светлана, как вы поете. Я поехала в Кишинев, прослушалась. Я была стройная, спортивная. Я в свое время, я не помню в каком году, я была, по-моему, призер по метанию копья среди юниоров. И все пророчили, я же говорю, мне спортивную карьеру. И потом, когда я уже поступила в консерваторию, мне прислали письмо и захотели меня взять в школу высшего спортивного мастерства. А я подумала, что я не смогу совмещать и это, и то. Мой педагог с самого начала была Полина Андреевна Батизат. И все семь лет я училась у нее. Я очень ее уважала. Она была замечательная певица. Прекрасный человек, интеллигентная, красивая. Для меня она была как бы идеалом. Я сама, конечно, очень много работала. Очень много. Большая часть, конечно, это доля ее работы. Но в основном, если ты надеешься только на педагога, то никогда с тебя толку не будет. КОНЕЦ В принципе, я уже на первом курсе так пела, что я помню. Тамара Савельевна Чебан, Царство Небесное, хорошая женщина была и певица замечательная. Она как-то спросила Полину Андреевну, уже на первом курсе, когда я заканчивала. Она что, у тебя заканчивает, что ли? То есть я пела довольно хорошо. Когда я закончила, я была уже в положении. Но никто об этом не знал. Я уже пела госэкзамен, у меня было 6 месяцев беременности. Моя дочь Миланочка. А до этого, в мае в начале, когда у меня было еще 5 месяцев беременности, почти не было видно. И я сделала, меня прослушали в театре. И тогда Мария Лукьяна Биешу, наша звезда, наша Примадонна, да, именно Примадонна, она тогда приняла меня в театр. Первая моя партия была партия Джильда из опера «Регалетта». 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я как стала работать в театре, я постоянно принимала участие в конкурсах. Хотелось где-то пробиться, где-то спеть, чтобы доказать, кто ты. И я принимала участие в конкурсе «Глинки» в восьмом, девятом и десятом. В восьмом конкурсе в Ташкенте я не прошла, на второй тур. В девятом в Рибалтике, не помню какой город, Таллин, по-моему, прошла два тура. А десятый конкурс, он назывался «Юбилейный конкурс», я взяла сразу первую премию в Минске. Вот. И я вам скажу, что эта премия, ну, конечно, это оценка моего, так сказать, таланта, труда. Но премию мне практически дал народ. Потому что зритель меня так принимал, что жюри, даже если бы они не хотели, они бы не могли не дать. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первую премию привезла для Молдовы. Это было большое достижение, и сразу все обратили на меня внимание. Светлана Стрезева, а фусты инвитата от этого концерта, качи на телевизионе. Телевизия меня приглашала очень часто. Я благодарна им за это. Светлана Стрезева, а фусты инвитата от этого концерта. Светлана Стрезева, а фусты инвитата от этого концерта. В 82-м я стала еще лауреатом конкурса Чайковского. И тогда Дога написал балет. И написал партию Каталины, вокальную партию в балете. Это необычно. Спели вот эту премьеру здесь, а потом мы повезли в Большой театр. Была и проблема. Куда же меня поставить? Тут же балет должны смотреть. А я как бы мешаю. В оркестр, как бы, ну не очень хорошо. Потому что они там довольно много играют громко и, в общем-то, тяжело петь из ямы. Они меня поставили сбоку на сцену. И когда я начинал петь, все люди начинали на меня смотреть. Забывали про балет. Забывали про балет. На следующий этаж, Светлана Стрезева, а кантат «На кулите». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ультериор, им программу Светланы Стрезева, апрут вокализа де Иуджен Дога. Он написал не для меня, он написал и когда-то его исполняла Ерофеева. И это было все немножко другая музыка. Когда мне из симфонического оркестра сказали, что есть такое произведение, один наш музыкант, говорит, слушай, посмотри Догу. Очень красивый вокалист. Я посмотрела, а там все было довольно низко. И, в общем-то, не так интересно для меня, как я думала. Я поработала над ним. Я подняла октавами вверх все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! После Италии, после стажировки, когда я приехала, меня пригласили. Как раз открылся отдел опереты. И меня тут же пригласили преподавать вокал в отделе опереты. И год я преподавала. И потом меня, уже Владимир Драгаш был заведующий вокальной кафедрой, он меня переманил уже на вокальную кафедру. На оперете у меня первая моя ученица, это была Сильвия Гончар и несколько других. Лилия Шалами, тоже моя, она была прекрасная. Она пришла как сопрано, я ее переделала в колоратурное сопрано. Я записала в Москве. Диск с Эрмлером. Надо было записать там 7 произведений. И за 2 дня это все живьем. Это сейчас трудно представить. Понимаете, потому что действительно это настолько сложно. Но я была в очень хорошей форме тогда. Тогда, я бы сказал, был мой рассвет. И это было несложно. Субтитры создавал DimaTorzok Астрезева, а фост опера Кокошел де Аур де Римский Корсаков. Вначале у нас поставили. И Мочелов Альберт Анатольевич ставил. И Платон Евгений. И этот спектакль не шел в Союзе нигде. Потому что очень сложная партия шамаханской царицы. Светланов, узнав, что в Молдавии ставят золотого петушка, он приехал сюда. И был на спектакле. Был у нас как раз директор Аурелка Данила. И он задал ему тогда вопрос, что как вам наша шамаханская царица? И он тогда сказал, что если бы я... Мне так хотелось ее украсть со сцены. Она была такая очаровательная, такая восхитительная, что мне хотелось ее украсть у вас. Потом он пригласил меня в Большой театр на прослушивание. И третий прогон был мой. И сразу после... Это было при полном зале. Прогоны у них были при полном... Народ был полный зал. И тут же мне на сцене после второго акта, второй акт самый сложный, подошла в пианистка и говорит, Евгений Федорович спрашивает, могли бы вы завтра петь премьеру? Я говорю, могу. И я спела. Эй-ка я с золотою колесницей, Чтоб везти на ней царицу. В Вилла Лобасе мы как раз... Мой супруг играл Анатолий и Николай Савин на Фаготе из оперного театра. КОНЕЦ КОНЕЦ Это мой супруг, который безвременно ушел из жизни. Это мой любимый человек, замечательный муж, прекрасный музыкант, отличный отец. Мы, собственно, учились вместе. И мы всю жизнь прошли вместе рука об раку 27 лет. У нас были общие интересы. Двое детей, прекрасные детишки, Александр и Миланочка. Они сейчас живут в Америке. У нас был культурный обмен между Америкой и Молдовой. Я была в составе делегации. И когда мы приехали в Америку, меня попросили спеть. Я спела в одной церкви. И люди встали. Я спела Шуберта, Ава-Мария. И народ, там, тысяча человек. Они встали и начали аплодировать. Я, честно говоря, не ожидала. Я, честно говоря, не ожидала. Я думала о будущем своих детей. И не только, конечно, я своей. И рискнула. Я занималась и занимаюсь своим любимым делом. Я преподаю частным образом, как студия. И пою в концерты. Но сейчас я пою уже со своей дочерью, с Миланой. Что это за дурители спектатуры? Терпение, выдержки. И чтобы все у них было хорошо. Чтобы наша страна, моя Молдова, процветала. И я бы хотела, чтобы она была независимая. Чтобы это была маленькая Швейцария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова